Ой, у меня тогда было 17, мне было вообще все равно. Куда меня отправляют, что мне надо делать? Мне сказали, я поехала. В 2014 году все ехали сюда, просто-напросто. У них есть такие приколы, как национализм, что шли, говорили на украинский, ну, мой знакомый говорил по украински. Ну, к нам докопались. Ну, может быть, потому что мы заберем работу, например. Сначала есть какая-то эйфория, все тут нравится, все тут хорошо. А потом наступает какой-то определенный момент, когда я уже соскучился за все равно, за родными, за близкими. Из минусов, ну, мамы нету рядышком, конечно. Я за мамочкой скучаю очень сильно. Вообще, ой, все тут плакать уже сразу. Вот минус, главный минус, проблема с легализацией, с документами. Я жду свою карту два года, ничего не могу добиться, меня разворачивают на входе, вот. Сегодня мы решили провести социологический опрос на тему переезд. Каждый знает, что переезд – это тяжелый этап в жизни человека. Именно поэтому в этом выпуске мы услышим мнение иммигрантов Польши на эту тему. Это год четвертый, думаю. С самого начала приехал сюда только, чтобы учиться. Получить высшее образование. Приехал сюда зарабатывать. Такой я уже 7-й год нахожусь в Польши. Я занимаюсь данной хвилинной фирмой строительной, будьем местом. Ну, уже два года назад, два с половиной года назад. Жить, работать. То есть я переезжал на постоянную основу. Не на заработки, а именно на проживание. Почти пять лет. Ну, я изначально учиться приехала. Уже где-то три с половиной года. Приехала в Польшу изначально просто из любопытства посмотреть что-то как. Думаю, да, отличаются. И, наверное, люди здесь более отзывчивые и добрые. В сравнении с Харьковом здешний менталитет мне не показался каким-то отличным очень сильно. Нет. Все такие приветливые, в меру воспитанные. Ну, это Украина на минималках. Холодно относится к приезжим. Я общался с людьми, которые плохо относились. Но они не доверяют, им как-то неприятно. Я жил в общежитии. Там было все супер. Там молодые поляки, они как-то относятся к этому поспокойнее. Были, конечно, еще и... А на улице, в магазинах и так далее, то видно вот эти вот взгляды. А особенно, когда ты идешь на улице, и есть такие люди немного низшего класса, которые под пиво, футбол посмотреть и так далее, то это уже... Они могут прям подойти к вам, и с таким вопросами может начаться драка. Отличается только тем, что у поляков другая религия. Я бы не сказал, что планируют здесь остаться. Мне не важно, где жить, лишь бы деньги были. Я думаю, лучше здесь, потому что то, что сейчас происходит на Украине, как я слышал, то лучше здесь остаться. У них есть такие приколы, как национализм, то что шли, говорили на украинский, ну, мой знакомый говорил по-украински, и к нам докопались, то есть они начали какие-то там свои приколы говорить. Ну, закончилось, кстати, очень плачевно для поляков. Напевно, скорее, не. На данную хвилину рассматриваю и другие варианты, чтобы переезжать. Ни в коем случае. Харьков, он лав, первенос наш мэр. Фоталитет немножко тяжелый здесь. Ну, обмануть, где-то что-то скрыть, что-то с какой-то выгодой воспользоваться. Ой, мне тогда было 17, мне было вообще все равно. Куда меня отправляют, что мне надо делать? Мне сказали, я поехала. Мне мама вещи собрала, я поехала, все. Первое время по приезду были и с жильем, и с документами, с легализацией. До сих пор эти проблемы остались. Проблема была с языком, сложно было искать квартиру, сложно было, не все предлагали, ну, как бы не все соглашались. Только с документами. Постоянно делать какие-то визы поначалу учебные, а сейчас я делаю карту по быту и жду ее намного дольше, чем нужно. Она должна была где-то сделаться за месяца два, я жду пятый месяц. Как и у всех, думаю, проблема это то, что ты меняешь обстановку, другая страна. Конечно, первое время какое-то переживание присутствовало, но это все проходит со временем. Мне было 17 лет, и для меня все было интересно, новенько, так что для меня это было, да, тики кайф. Нет ничего такого. Как таковых проблем не было. Так как их много осталось на Украине, то приходилось так перевозить потихоньку. Я записался на уроки польского. Я проходил там занятия ЛВА, очень слабое, это все было как-то, очень медленно это все шло, мне как раз нужно было срочно, а там все очень долго это шло. Типа нас учили по несколько, три урока нас учили как бы здороваться. Это вот так, ну, как не то. Я за это забил, просто поехал без языка, ноль знаний, и где-то первую неделю я просто молчал. Типа я не знаю, что сказать, как говорил, типа пытался. А со временем я постоянно слышу вот язык, слышу польский язык, люди разговаривают, я пытаюсь как-то отвечать, и это все помогло. Типа через месяц я уже мог более-менее говорить, а дальше еще лучше было. Да, трудно. Я не знаю, как кому, есть люди, которые разговаривают прям вообще нормально. Вот, для меня это было очень-очень, скажем, я себя чувствовала, можно я скажу, как я себя чувствовала, как какой-то такой обезьянкой, которая не может нормально ничего сказать. Как бы что-то понимаю через слово, но очень слабо. Плюс ко всему мне, например, было очень тяжело, я каждый раз думала, что я так ужасно и неправильно произношу слова, что я боялась даже там поздороваться, или там спасибо сказать, или еще что-то. И я практически месяц молчала, вообще ничего не говорила, с меня на работе смеялись все. Думали, ну, не мая или что-то того. Но потом как-то оно пошло, да. Нормально, практика. В основном решает, конечно, практика. Если я приехал из другой страны, то языковой барьер у меня, конечно же, был. Или не был. Но, да, был языковой барьер. Если человек приезжает, и он будет сидеть дома целыми днями, и не общаться с людьми, то языковой барьер как был, так и будет. И никуда он не уйдет. Я год ни с кем не разговаривала вообще в группе, никто не знал, как меня зовут. А потом пошла на первую свою работу, и, ну, поняла, что либо я говорю, либо я не говорю, потому что тут же никто не будет на русском со мной разговаривать. Я не чувствую сложности, и я считаю, что меня понимают. Если даже я что-то говорю неправильно, то есть все могут понять. Я пока его не преодолел, но на пути к этому, то есть я не вижу какой-то славянской группы языков, то есть никаких проблем я не думаю. У человека с головой не возникнет. Ну, я, наверное, вскрылся небо. Я приехал сюда, я два руки уже выобщал. Не знаю, может, лично ко мне, но поляки хорошо относятся. Да, я сталкивалась. Не всегда прям в худшую сторону. Иногда бывали такие случаи, что даже и заступались, и там что-то, да, помогали. Поляков тоже есть родственники, либо там очень много у взрослых поляков дети работают в Германии, или где-то в Англии, или где-то еще, да, в других странах. Они находятся примерно в том же положении, как и мы, они нас понимают, и тогда нормальное более, ну, как бы, отношение. Проблем таких не было, на самом деле. Были очень редко, но в основном нет. Нет, не было проблем. Не было проблем, если так. Хорошо, хорошо, хорошо. Сложно ли было приспособиться после переезда в Польшу? Нет. Девять. Я думаю, девять. Ставлю оценку девять. Здесь автобусы намного более организованы, здесь есть трафик, это помогает. Поезда. Я, когда был в Украине, я на поездах вообще не ездил, а здесь я очень часто этим пользуюсь, я постоянно, почти каждую неделю езжу с Легницей, в Ротслав, тогда вот так постоянно. Цены, зарплаты лучше, тем более я здесь студент, мне должны давать больше. Продукты намного лучше в магазинах, это я вроде как говорил. Я являюсь студентом, и у меня скидка 51% на все билеты для поезда и автобуса. 51% неплохо. И еще я могу больше зарабатывать, ну, больше получать на где-то 17 или 19 злотых в час в той же жанке, в местном магазине продуктом. Для студентов здесь лучше. Как для людей, которые уже работают, я не могу ответить, потому что я студент. Выше заработная плата, и ты можешь сам себя обеспечивать, будучи студентом. В Украине это тяжело. Но еще зависит от вуза, в котором ты учишься. Например, если ты государственник, то времени, конечно, поменьше будет. Может быть, 7, ну, или даже 6, или 7. Наверное, как-то так. Давайте будем смотреть правде в глаза. Это не самая развитая страна в мире. Далеко. Это первый момент. Второй момент. Все равно есть вот эта какая-то бюрократия. И да, в чем-то они преуспели. Но есть такие моменты, когда они прям вот очень сильно тормозят. И не буду перечислять, например, там салоны красоты или еще что-то, или какие-то такие инновации в таком русле, то они точно здесь далеко не на первой позиции. Даже, наверное, Украина лучше. Смерка крепкая. Как социум у них немножко на другом уровне. То есть они беззаботные, я бы сказал. Забота чувствуется государство. То есть какая-то. О, честно, я не знаю, какую дать оценку, потому что здесь как-то все так по-разному. У кого-то все слишком хорошо, у кого-то все слишком плохо. Ну, у меня семерочка, восьмерочка. Потому что менталитет. Потому что люди разные бывают. И с некоторыми из них тяжело приходится. Но это тоже нормально. Это типа жизнь, что ли. Ну, на пятерочку максимум. Больше нет. По сравнению с иншими краинами, это на пять. Из-за менталитета. Ага, то есть вам не нравится менталитет? Абсолютно нет. А вот что больше всего вам не нравится в менталитете польского? Не знаю. Самое отношение их. Вон и скупи люди. Шесть. Потому что не поставил выше, потому что не был во многих странах, которые выше уровнем экономическим развития. Ниже тоже есть много стран, где гораздо хуже. Поэтому выше среднего. Ну, мамы нету рядышком, конечно. Я за мамочкой скучаю. Очень сильно. Вообще. Ой, все будут плакать уже сразу. Ну, страна... Ну, мне тяжело сказать, правда. Я не знаю. Я просто не являюсь здесь действительно таким гражданином этой страны. Я не чувствую на себе всех привилегий и не чувствую на себе всех каких-то таких максимальных минусов этой страны. Ну, мне здесь комфортно. Мне здесь спокойно. Я не скажу, что я сюда приехала по своей воле. Опять-таки, мама меня в ссылку отправила. Маме большой привет. Вот. Но я не знала, куда я еду. И мне кажется, в любую страну, куда бы меня ни отправили, пришлось бы там как-то, ну, скажем так, выживать, да, находить себя в этой среде, в обществе. Плюсы жизни в Польше. Как я уже говорил, здесь намного выше уровень. Типа, жизни как-то более все приятно, лучше относятся, ну, уважают граждан. Ну, и лично мне так кажется. Во-первых, я слышал, что там люди, места не очень рады. Пис и так далее. Но в целом, мне нравится все. Типа, намного лучше чувствую себя здесь. А минусы? Минус только одни. То, что вот есть такие люди, приезжие, которые портят мнение о других. Типа, люди смотрят, что какой-то один украинец сделал что-то плохое. И все остальные думают, что все украинцы такие. У меня в школе было такое даже... Был такой момент, что я не пропустил женщину вперед. Я прошел дальше, типа, и меня начинает звать учительница немецкого и начинает спрашивать, а у вас в Украине всех так... Типа, вы знаете, что нужно пропускать женщину вперед? Вы знаете, типа, у вас такое в Украине есть вообще? Так я говорю, да, у нас все, есть это. Но там была такая ситуация, что я должен был пройти вперед. Она так начинает вызывать меня и спрашивает, что, типа, якобы это все как-то... Как будто мы вообще с пещеры вылезли. Так странно было. Из плюса, наверное, могу выделить только то, что заработная оплата выше для студентов. Студенты себя лучше чувствуют. Шикарная страна. Всем советую. 10 на 10. Ну, по сравнению с Белоруссией, плюсы гораздо выше заработная плата в месяц. Это более культурно, что ли, не знаю. Вот минус, главный минус. Проблема с легализацией, с документами. Я жду свою карту два года. Ничего не могу добиться. Разворачивают на входе, вот. Разница... Нет, вот я не заметил на самом деле. То есть, там я зарабатывал одни деньги, здесь я зарабатываю те же деньги. Может, делаешь что-то другое. То есть, это с точки зрения заработка. Ну, типа работы нет. Может быть, здесь более комфортные условия для малого бизнеса в каком-то смысле. Ну, то есть, да, наверное, плюсы какие-то есть, но связаны больше с заработком денег. То есть, а условия жизни, я думаю, одинаково все. Плюсы, ну, понятное дело, что минималка, конечно, выше, чем на Украине, если сравнивать. Каждому свое. Кто как вырос, кто как тоже. В каком городе, опять же, в Украине. И кто как, чем там занимался тоже. Я не планирую здесь оставаться, потому что люблю Харьков. Типа это я... У меня есть какие-то бизнес-проекты, связанные с Украиной, потому что я считаю, что здешний менталитет и антикоррупционные реформы некоторые свои минусы, может, и вносят. Но, опять же, минусы с точки зрения уже больше менталитета. То есть, я так считаю, но живя здесь, принимая уклад местный, то есть, проблем у него возникает. Все зависит от документов, от работы, от заработка. То есть, если будет стабильная ситуация. Ну, пока что да. Пока что да. Пока что я еще учусь, я еще здесь работаю. Во-первых, нужно учебу сначала закончить, а потом уже, наверное, не знаю, посмотрим. Ну, пока что тяжело просто мне сказать. Я еще не знаю. Ну, я не знаю, вернусь ли я в Украину, но, конечно, ну, очень бы хотелось. Я мечтаю, чтобы я вернулась в Украину. И если мне сегодня скажут, что там что-то поменялось и что действительно туда можно вернуться, то я сегодня же туда вернусь, поверьте. Но просто я понимаю, что там достаточно тяжело. А как-то здесь я как-то более уже освоилась. Не знаю, мне здесь легче, чем там. И я когда туда возвращаюсь домой, я не знаю, что там делать. Я здесь более себя чувствую уверенно и спокойно. Ну, может быть, потому что мы забираем работу, например. И, типа, они ищут работу, они не могут ее найти, потому что есть студенты, они приехали, студенты вообще более с приоритетом берут на работу, потому что тогда не нужно что-то плантить, более выгодно это взять. Они не могут пойти, устроиться на работу и так далее. Типа, больше людей как-то неприятно им, наверное. Так думаю. Ну, и может еще, кстати, есть какие-то другие люди, которые, ну, знаете, как-то ютубер, например, который имеет власть на некоторых людях и, типа, распространяет разную информацию. То он может там наговорить разное, типа, так далее. Ну, есть такое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok